Всем пламенный привет, с вами канал Last Top. Фруита, 1945 год. Этот город, который находится в Соединенных Штатах Америки, штат Колорадо. Я так понимаю, вы не слышали об этом городе? Ну, впрочем, как и я. Ведь объектом нашего внимания будет один петух, живший в этой самой точке земли. В один из обычных дней Лоид Олсен, так звали фермера, пошел добывать мясо для пропитания. Долго ему не пришлось искать добычу, ведь она была на заднем дворе. Взяв деревянный топор, он направился к стае куриц и петухов. Выбрав подходящего кандидата в роль садника без головы, он обезглавил петуха и стал дожидаться его смерти. И тут он обалдел, так как после того, как петуху снесли голову, он поднялся, как ни в чем не бывало, и продолжил свой жизненный квест. Конечно, Олсен сначала не поверил своим глазам, уверяя себя, что петух уже мертв, а нервные окончания имитируют живность. Впрочем, Олсен оставил петуха в покое и отправился по своим делам. На следующий день, увидев обезглавленного петуха в живых, он погрузился в удивительные приключения. Вся страна пищала о загадочном безголовом петухе. Присвоив ему имя Майк, птица набирала крышесносную популярность. У всех была голова кругом от этой новости. Олсен, в свою очередь, придумал, как кормить и поддерживать жизнь Майка. Поняв всю ситуацию, он начал строить на него планы. Спустя некоторое время к нему приходит предложение, которое поменяет всю его жизнь. Это контракт, договоренный на совместное сотрудничество с цирком необычных зверей. Олсену предложили 4,5 тысячи долларов. На то время это были очень большие деньги. Все, что было необходимо, это ездить с Майком, выводить его на публику и поддерживать его жизнь в правильной форме. В нее входило кормление через пипетку и очистка накопившейся слизи, которая мешала Майку свободно дышать. Гастролируя пару месяцев на одной из поездки, Олсен забыл взять пипетку, за что и поплатил со смертью безголового петуха. От накопившейся едкой слизи, Майк скончался. Однако, история не забыла этот феномен. К тому же, Майк был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как курица без головы, которая сумела прожить аж полтора года. Данный рекорд по сей день никто не может побить. Ну и не надо. К тому же, ученые заинтересовались странным явлением и рассказали тайну мистического петуха без головы. Все дело в том, как Олсен отрубил голову, по какой траектории и какие части головы он не затронул. Не буду углубляться в подробности, но часть мозга, одно ухо и некоторые жизненно важные органы были не повреждены. Мозг продолжил подавать сигналы телу и приспособился к новому жизненному образу. Да, несколько невероятно, что многие годы спустя Майки все еще говорят. Более того, в родном городе Фруита поставлен памятник безголовому петуху. И каждый год жители города отмечают праздник, связанный с Майком. И да, не повторяйте как Олсен дома. Действие было выполнено профессионалами. А на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был канал Ластоп. Всем добра.